Многие не смогут быть онлайн, но тем не менее. Ну что, готовы? Можно я скажу два слова Иине вначале? Иин, спасибо тебе большое. Привет, что ты согласилась уделить время для нас, для нашей структуры. Я знаю, что у тебя есть чем заниматься. У тебя твой бизнес огромный, и ты просто мама с замечательным ребенком. И ты могла это время посвятить своей семье как минимум. Но ты это время посвятила сейчас нам и уделишь нам время. Спасибо тебе за это большое. Спасибо огромное за такие прекрасные слова. Вы просто умницы. С удовольствием. Подключу наушники, чтобы лучше было слышно. Спасибо большое. Итак, друзья, хочу вам представить человека. Ну, вы уже поняли, да, это Инна Семиглазова. Это лидер, лидер с большой буквы, потому что это первый лидер софт-маркетинга, который не является иммигрантом с Польшей, который не является поляком. И она первая, кто начала строить бизнес вне Польши, да, то есть за пределами. Сейчас у нее менее двух лет прошло, но у нее в бизнесе, у нее огромное количество лидеров. Да, она вышла на очень крутые результаты. Я вам сейчас озвучу, да, вы уже многие видели в чате. У нее в структуре есть директор. Это 200 тысяч... Новенький директор, да. Да, новенький директор. Новенький. Недавно я видел, да, это просто невероятный результат. В структуре есть два сеньор-менеджера, это по 100 тысяч баллов. Это очень-очень крутой уровень. И шесть менеджеров, да, по 50 тысяч баллов. Я даже не знаю, сколько там руководителей и лидеров команды, да, это уже большое количество. Я знаю, что семь автомобилей уже выдано, и восьмой, вот 15 декабря на BDS в Польше будет выдаваться. Это уже первый BMW, который будет ездить по этой программе, а выданный, я знаю, что Jaguar, Mercedes и Land Rover, да, есть. И некоторые берут, и некоторые берут просто, ну, потом расскажу, некоторые берут себе при оплату, до финансирования. Супер. Я хочу, чтобы наш сегодняшний вебинар был не просто, знаете, вебинар, и чтобы Инна нам что-то рассказывала. Я бы хотел, чтобы мы могли с ней пообщаться, позадавать вопросы. Очень здорово, что у нас определенный узкий круг, поэтому, если у вас будут возникать вопросы, давайте мы будем общаться, давайте будем задавать. Я тоже задам, я подготовил несколько вопросов для Инны, я их обязательно задам. Ну, и первый вопрос, наверное, да, хочется с тобой ближе познакомиться, хочется, чтобы ты рассказала свою историю, и это, мне кажется, самое ценное, и услышать тебя вообще, чем ты занималась до софт-маркетинга, почему ты пришла сюда, и, может быть, какие-то сложности, которые у тебя на пути. Мы знаем, что тебе очень непросто, да, потому что у тебя ребенок маленький, и я знаю, что когда ты начинал этот бизнес, ему было всего лишь 7 недель. Я в чат не написал 2 ребенка, но это, наверное, к будущему, да? То есть, вот, Инна, закрепляю твое видео. Давай, давай. И хотим тебя слышать. Все, мы все мысли, все аплодируем. Окей, спасибо. Ребятки, привет, на самом деле, очень приятно. Хоть видите, как все... Сереж, можно попросить? Выключай остальные микрофончики, может, просто, что... Может, там, может, где-то детки, где-то люди. Не все знают. О, супер, молодец. Спасибо большое. Ребят, привет. На самом деле, реально очень приятно, что Сережа с Викулей меня пригласили, потому что мы реально очень классно общаемся. Хоть видите, что мир большой, и люди даже кросс-лайны вместе общаются, друг другу помогают, потому что, я думаю, клиентов хватит на всех. Че тут? Я ребенок эмигрантов. Мой папа русский, мама украинка. В Словакию эмигрировали в 92-м. Убежали, так говорят, за лучшим будущим. Лучшего будущего не сильно получилось. Сложная у них тут доля получилась. Были какие-то бизнесы, были банкротства. Ну, по-разному, как у всех бывает. Ура! По-разному бывает. Я по профессии психолог-терапевт. Мне очень нравилось работать с людьми, учиться. Ну, то же самое, как, наверное, психологам. И, наверное, на Украине не очень круто платят. В Словакии та же ситуация. Терапевтам очень мало платят. И когда я поняла после своего высшего образования, что я даже за квартиру не могу себе заплатить, так что я поняла, что в этой профессии я работать не буду. И пошла я в коммерцию. Пошла я работать в селс-департмент, то есть как бы заниматься продажами международных конференций. Была очень интересная работа. А потом пришла возможность заниматься собственным бизнесом. И потом я встретила такую интересную индустрию, как сетевой бизнес. Так что, надо сказать честно, что Dualife – это моя вторая компания. Первая компания, если не ушла просто так, она просто ушла с рынка. Мы были вместе в одной и той же компании с Александром Козулиным, который наш совместный спонсор. Я знаю, что он восьмого приезжает в там гости. Обязательно не пропустите этого момента. И потом, когда компания уходила с рынка, еще раньше уже чувство этого, что это не будет работать. Я как бы ушла из сетевого, потом попробовала опять же пойти в обыкновенный бизнес. Когда уходила из сетевого, говорила, никогда в жизни больше сетевой. А потом опять вспомнила, что такой обыкновенный бизнес и сказала, какая я была глупышка. И в то время так получилось, что я уже не была два года в сетевом бизнесе. Я узнала, что я беременна. Такая прекрасная вещь. Я узнала, что я беременна. И я подумала, а чем же я буду заниматься в декрете? У меня в то время была очень хорошая работа. Я реально очень круто зарабатывала, даже по словацким меркам. Реально я работала по 15-14 часов в день. То есть я тоже занималась продажами. Работала, была директором по продажам в одной компании, которая занималась коммерцией с Китаем. То есть реально очень серьезная компания, хорошие заработки. Но я понимала, что с ребенком таких возможностей не будет. И я просто вам скажу, как есть. Тупо позвонила Саша Козулина. Говорю, Козулин, я беременна. Я хочу бизнес в декрете. Давай искать компанию. Потому что мы уже понимали, что компания, где мы были, реально уходит с рынков и словацкого, и польского в то время. И мы год искали. Так что честно надо сказать, что Dual Life не меня нашел, а мы Dual Life искали. То есть мы не знали в то время, что это будет Dual Life. Но чтобы вы просто понимали, почему я это говорю, что Dual Life не случайный выбор. И у нас проделана работа год поисков. То есть я думаю, вы понимаете, что когда успешные сетевики, то предложения сыпятся с каждых сторон. То есть как бы не было в том проблемы, чтобы нам что-то не подходило. То нам что-то там по энергии. То есть как бы Саша летал в Америку, там встречался с менеджерами или там даже хозяинами других компаний. Где-то нам что-то постоянно не подходило. Если честно, мы не думали, что это будет европейская компания, потому что как настоящие сетевики в прошлом, мы все так думали, что это должна быть или американская компания обязательно. То есть мы даже не думали, что у нас так под носом все будет. И на самом деле, когда мы встретили Dual Life, встретили хозяев компании, посмотрели вообще, как они делают вещи. Самое главное, как они делают вещи. Мы увидели, что это компания, с которой мы хотим кооперировать. Спасибо. Повыключаешь, Сереж, кампания? Ты меня выключаешь, повыключай. Так, супер, так, я обратно на связи. Слышно меня, да? Алло, алло, все, привет. Ну и на самом деле, мы были такие, может быть, такие первые с Сашей Козулиным пионеры, которые не поляки, начали развивать бизнес вне Польши и не поляки. Потому что перед этим, конечно, развивалось в других странах Dual Life, но в основном это были люди, которые занимались. И можно сказать, что да, я была первая, которая начала продвигать софт-маркетинг и бизнес вне Словакии. Что рассказать про начало? Начало, как везде, сложное, потому что надо показать компанию. Но, с другой стороны, очень хотелось этот проект показать. И если меня сейчас спрашивают, что как удалось с маленьким ребенком, я, может, проделала работу не сильно стандартную, но мы начали работать на мероприятиях. То есть если меня сейчас кто-то спрашивает, как мне начать, я не знаю, как начать, я ему говорю, сориентируйся на мероприятия и вывози людей на мероприятия. То есть это единственный шанс, как ты это можешь сделать. А как сделать это маме в декрете? Конечно, нужна поддержка от партнера. Или вы сама мамочка с ребенком и живете со своей мамой или подружкой или с кем-то. Или вы срежетесь с партнером, мужем, хоть с кем. Если у вас нету поддержки, то вы это не сможете сделать. Мамочки меня спрашивают, как же мне получить поддержку от мужа? Он ничего не понимает, он такой-сякой. Но в основном, понимаете, мы такие крутые все, умеем продавать нашу идею, наш продукт, нашу философию чужим людям, а забываем про наших самых близких, чтобы им это все объяснить и показать. Да, конечно, наши близкие много раз нас не будут слушаться, потому что почему они должны слушаться? Мужчины, мужья переживают, чтобы их жены чем-то не занимались, потому что, во-первых, думают, что это глупости какие-то, а не бизнес. Во-вторых, они переживают, может, где-то на подсознательном уровне, как психолог это понимаю, что, может, ей не удастся, она разочаруется и все такое. Так что, опять же, мой совет в этом плане, я всем мамочкам говорю, хотите, чтобы вам удалось в этом бизнесе продвигаться, вы должны из этого сделать семейный бизнес. Это не обязательно ваш муж должен этим заниматься. У всех такая ситуация, что и муж, и жена будут заниматься одним бизнесом. Просто, возможно, муж должен понимать. Если вы ему не можете объяснить, вам надо показать, как американцы говорят, big picture, то есть большую картинку этого всего. А это может пройти только реально на мероприятиях. Так что, что я сделала в первую очередь, я таскала своего мужа везде по всех мероприятиях, познакомила его с успешными бизнесменами в этом бизнесе, потому что он про бизнес такого типа ничего не понимал. И он понял, что это реально классно. И сейчас он со мной бизнесом не занимается. Но когда я занимаюсь бизнесом, он мне помогает с нашим сыном. А это, конечно, очень важно. Даже ребята не дадут соврать. Мы когда на ЛДСах, БДСах, так я перевожу или занимаюсь там с командой. А мой муж постоянно с нашим ребенком, потому что он еще маленький, ему сейчас два года будет 15 декабря. Мы его не оставляем, он с нами везде мотается. И мне очень нравится, что Dual Life очень как бы поддерживает идею ездить на мероприятии с ребенком. Там для них есть игровые площадки. Даже пока он не может быть сам там с бэбиситтерами, но все равно там есть игрушки, там есть разные площадки. И это очень важно, что Dual Life поддерживает такое семейное продвижение, что не просто там вот ты приедь, там сядь, слушай. И так потихоньку, потихоньку-полегоньку. Я думаю, что везде люди одинаковые. У всех же такие претензии, все же такие недоверчивые. И при этом я могу сказать из моего экспириенса, что Словакии реально очень ленивый народ, потому что они так на грани, у них еще не все плохо. То есть у них не так все круто, как на Западе, но не так все плохо, как на Востоке, да? То есть они такие, что у них типа, а, так сойдет, так что их смотивировать на новый бизнес или встать с дивана что-то сделать, это реально сложно. То есть как бы и тут единственное, что очень сильно помогло, это качественный продукт и та сосредоточенность на человеке, человек в центре, которую реально чувствовать тут в каждом моменте, который Дуалайв делает, конечно, сыграло свою роль. Ну а если честно, то до какой-то первый год бизнес строился только на мероприятиях, чего я всем советую, если не умеете, не умеете ничего делать, не умеете вообще ничего делать, не понимаете этого бизнеса, научитесь просто приглашать. Вот научитесь приглашать, научитесь приглашать, если даже нам там скажут, что там я не хочу, у меня не надо. Если у вас хорошее отношение, скажи, ну мне просто интересно, не просто я хочу знать твое мнение, или мне там очень важно, чтобы ты увидел, чем я занимаюсь. Или если это ваш партнер, надо ему сказать, что ну если думаешь, что это глупости, дурости, ну приди, посмотри и сделай свое там мнение, вывод. Может, я тебе не совсем правильно рассказываю. Так что, ребят, у вас, по-моему, сейчас, знаешь, из восьмого будет крутое событие, да, приодит Саша Козулин. На самом деле мы знакомы больше пяти лет, это фантастический профессионал. Я, например, многом благодарна ему, что и ему, и Дитмарту, и Пётру, и Томашу Забаве, я им многом благодарна, что мой, например, муж начал воспринимать это как серьезный бизнес, а не, как говорится, какой-то housewife бизнес. И, конечно, помощь профессиональных, как бы коучей, которую, работу, которую проводят Юана Агдани, Дзебята Ковцевич, это что-то уникальное, это не видела нигде, потому что они не учат продавать, они не учат делать бизнес, они помогают разобраться со своими тараканами в голове, да. Это очень важно. Мне сейчас повезло попасть на такой годовалый тренинг, который проводят Дзебята Ковцевич, Дзебята Ковцевич. Он, как я скажу, он не дуалайфовский тренинг, это их тренинг Momentum Way. Туда не попадают люди с Дзеба Дуалайфа, туда попадают просто предприниматели, коучи, бизнес-люди с разных сфер. Ну, конечно, есть возможность и для лидеров Дуалайфа поехать, там у нас скидка дуалайфовская, но это не тренинг Дуалайфа. Мне надо сказать, что я такого в жизни не видела, и в том числе, что я коуч-терапевт, я закончила очень много разных курсов и тренингов, так что я знаю, что 18-го, 19-го или 19-го, 20-го, не уверена, у вас должна быть синхронизация. Да, 19-го, 20-го. 19-го, 20-го. Ребята, если у вас есть возможность провести два дня с Юанной Игданец, не говоря от того, что с Норбертом. Идешь посмотреть, видите, у нас все натурально, мой муж еще работает, так что мы с Сашенькой сами идем. Смотри, там дядя и тетя, помаши ручкой, скажи привет-привет. Да, то есть как бы, если у вас есть возможность два дня провести с Юанной Игданец, вы получите такой вообще напор информации и всего, что это реально круто. Плюс, конечно, с Норбертом. А когда у кого есть возможность два дня в узком кругу провести с учредителем компании, да, то есть как бы это реально классные вещи. Плюс, конечно, понятие того, вот так вот и работаем, ребёнок. Ребёнок на сессии, мама работает. То есть как бы, хоть видите, что я не вру, что вот так вот мы запускали всю Словакию, что это, вот как мне на вебинары тоже рефлекс Павлова. Мама на вебинары, ребёнок просит. Мужчины, извините, пожалуйста, но я так камеру держу, что ничего не видно, так что надеюсь. Это самое ценное, Ина. А подскажи, пожалуйста, вот я знаю, что ты проводишь вебинары, да? Ты какие-то встречи проводишь с людьми там, вот в Зуме или в Скайпе или с видео? Или по телефону? В команде, в команде или в команде нашей имеешь в виду? Вот не, вот кандидатом. Может быть, когда ты запускаешься. Кандидата, да, ребят. Ну, я благодарна моему, как бы, тому моменту быть мамой, потому что очень начинаешь ценить своё время. В предыдущем бизнесе я проводила промиллион встреч со всеми, кто хотел, и со всеми, кто не хотел. Сейчас очень главное использовать инструменты. Ну, Серёж, ты знаешь, у вас прекрасных много видео, прекрасных и записанных, и по маркетинг-плану уже есть, который ты делал, да? То есть здесь много прекрасных вебинаров, то есть много инструментов, которые ты можешь человеку дать перед тем, пока ты с ним встречаешься. Вот честно скажу, я уже встречаюсь с людьми, с которыми уже хотя бы что-то знаю, да? Я знаю в моей команде очень много людей, которые там бизнесмены, да? Они много встречаются и презентируют как бы с удовольствием, но реально это невозможно. Так что если есть возможность сделать онлайн-вебинар и подключать туда людей, то мы это делаем, конечно, так. Ну, я верю, что, конечно, мой ребёнок когда-нибудь в садик пойдёт. Конечно, можно выстрелить системой только мероприятий и там вебинаров, но, конечно, большого бизнеса не удержать так. Так что, конечно, нужны оффлайн-встречи. Ничего не так дорого, когда с человеком встретишься тет-а-тет, ты можешь понять, что ему от жизни надо. У нас здесь много предложений. Мы не предлагаем только продукты, мы предлагаем лучшее качество жизни в многих сферах, да? В сфере здоровья, потому что это важно, в сфере финансов. Ну, ключом к этому всему это саморазвитие. То есть, если кто-то был на ЛДС, не даст мне соврать, что нет компании, не знаю компании, которые нам даст нас классофию софт-маркетинга, но есть и сетевые, да? Есть, конечно, сетевые. Тут какие-то показатели, там как структура стоит. То есть, как бы мы продаём через сеть. Ну, я не знаю ни одной сетевой компании на рынке, которая бы так занималась саморазвитием, как занимается доу-лайф, потому что всё начинается и заканчивается в голове. Конечно, в первую очередь люди приходят или за деньгами, или за здоровьем. У кого что валит, тот затем и приходит. Но потом люди понимают, что всё и здоровье, и голова, это только результат, то есть здоровье и деньги, это только результат того, что они в голове. И тут есть просто возможность реально колоссально проработать это всё с крутящими тренерами. И сейчас я могу сказать, что я чуть не была возможность у меня поближе пообщаться с Беаттой и Юанной и узнать, какой контингент клиентов у нас. То есть, это так крутые тренера вообще в Польше. Ну, как бы в Польше 40 миллионов, да? То есть, как бы это не Словакия, 5-миллионная страна. То есть, они настолько там крутые, что мы просто даже не понимаем, насколько у нас крутые тренера. То есть, я этого не понимала, пока я не поняла, как на них смотрят приприниматели, там у нас в команде, где мы занимаемся там CEO какого-то огромного банка. То есть, эти люди платят колоссальные деньги за то, чтобы могли учиться и продвигать себя в кооперации с Юанной и с Беаттой. Это уникальная возможность. Я благодарна Дуалайфу, что он так помогает людям реально продвигаться, потому что они будут продвигаться, будет продвигаться их бизнес, их жизнь и все. Ина, спасибо большое. Ты замерз. Спасибо большое за твое... Ну, слышно... Он заслушался, что тебя так интересно. Он заслушался. Рассказывай. Гриша, говори. Все еще, все еще как бы мы в процессе как бы расцветания и проделываем работу, наверное, самую сложную, которая вообще может быть сейчас. Так что мы вообще молодцы все. Потому что начинать очень сложно, но с другой стороны потом, когда люди начнут и проделывают работу и потом продвинутся, потом все говорят, вот как... Вот если бы я был в начале, это было бы круто. Сережа, какие у тебя там еще вопросы? Ну, спрашивайте, спрашивайте, чтобы это не был мой монолог, пообщаясь. Ина, скажи, пожалуйста, ну, вот у меня спрашивали партнеры, вот как твой распорядок дня? Вот ты с ребенком, да, тебе очень тяжело. Вот как ты планируешь какое-то... Вот я сегодня целый день провел с ребенком, хотел сделать какое-то количество звонков, и я понимаю, что, ну, очень тяжело. Сейчас я поехала на тренировку с сыном, да, и у меня есть час времени, вот сейчас никто не отвлекает. И Вика, пока ребенок тренирует... Распорядок дня, распорядок дня. Ну, первый год было полегче, потому что ребенок много спал. Я с ребенком не спала, как многим мамам говорят, поспите, когда ваш ребенок спит, чтобы отдохнуть. Я когда ребенок спал, я работала и проводила встречи. То есть мой ребенок родился 15 декабря, вот мы январь-февраль, мы в кафешке, ребенок спит в кафешке на улице, на улице минусом, спит в коляске, а я провожу встречку. Ну, я работаю, когда есть возможность, когда муж с ребенком. То есть у нас семинары в основном на уикендах проводятся, так что мы посещаем семинары все вместе, да, мы делаем наши локальные семинары, то есть как бы... Потому что живи осознанно, про продукты, про здоровье, BDS — это прекрасная возможность показать всю философию, всю картинку компании, да, LDS — это по продвижению, но еще плюс нужны мероприятия, научить людей технически работать, потому что можем им показать, что все вау-вау, но если они не знают, что им делать, это что же иногда надо научить? То есть это в основном проводится у нас тоже на уикендах, наверное, у вас, наверное, похоже, будет семинарчике восьмого. Да. Еще единственное, что хочу сказать для меня, ребята, у вас очень крутые спонсоры, потому что, я знаю, как вы с нуля тоже запустили Днепр, и вас видно, и вас слышно, и вы молодцы, и офис открыли. Ведь в Словакии даже офиса нету, то есть мы даже не пытаемся таких шагов делать, то есть как бы вы молодцы, какую работу проводите, и я думаю, что как бы есть с чему учиться, и мне от вас в том числе, за что очень благодарна, слежу за вами. Ну, а распорядок дня, ну, если меня мамочки спросят, когда я работаю, я говорю, вот работаю, когда ребенок спит. Работаю, когда ребенок спит, и очень важно, что у меня есть поддержка партнера. Ну, многие, да, многие плачутся, мамочка, у меня партнера поддержки, а партнера нету. Я говорю, а сколько раз ты его вывезла на БДС? Сколько раз ты партнера вывезла на ЛДС? Познакомила ты своего партнера со спонсорами, крутыми мужчинами, которые зарабатывают в этом бизнесе очень классно, которые реально воспринимают как бизнес? Я говорю, твой муж не видит большой картинки, твой муж не видит, чем ты занимаешься, он видит, что ты продаешь бутылки. Это же мы, мы же не продаем бутылки. Мы же показываем людям лучший стиль жизни. Может, если бы твой муж познакомился там с Мартенцом, или с Козулиным, или с Забавой, он совершенно, у него бы было бы другое видение. То есть, дорогие девушки, женщины, мамочки, если вас мужья не поддерживают, они просто не знают, в чем вам надо поддержать, покажите им большую картинку, возьмите их с собой на ЛДС, детки поиграются, вы с мужем поразвиваетесь, вам будет прикольнее, потому что, может, вы уже много лет вместе, и у вас не было возможности вместе развиваться и провести уикенд. То есть, очень важно в этом плане, как бы, что касается по времени, да, могу сказать, что, ну, опять же, у меня это не случилось случайно, вот я так ничего не делала, и опа, и муж начал поддерживать. Так оно так случилось со мной. Нет, он тоже вначале не понимал, смотрел, что это такое, с чем его едят, а что ты, ну, давай ему почитать Киосакиу одну книгу, давай ему Рэнди почитать, повезла его на события. А что, если мужчина читать не хочет, а вот вы вместе едете в отпуск и включите аудиобукву в машине? Не ради него, ради вас, дорогой, мне надо это послушать, очень важно, пожалуйста. Я слушаю, ты не слушай, а ты смотри на дорогу. Работает. Если можете мужчину раскрутить, чтобы купил шубу, то что вы не можете раскрутить, чтобы послушал с вами аудиокнигу, ну, блин. Сто процентов, работает. Инна, скажи, пожалуйста, вот сейчас у тебя, ну, у тебя огромная структура уже, вот человек у тебя стартует в бизнес, да, вот новичок, он пришел, вот алгоритм действий, вот мы все прекрасно понимаем, да, что, чтобы достичь успеха, нужно на старте давить в газ. У нас гениальный старт, ребят, у нас гениальный старт, я не видела ни в какой другой компании золотого лидера. Это гениальный старт, это не пугает человека, это всего трех людей зарегистрировать, это не пугает человека совершенно, это не надо 10 зарегистрировать, это троим, то есть как бы, я всегда говорю, не подписывайся сегодня, я с человеком работаю, я говорю, не подписывайся сегодня, я говорю, давай все подготовим так, чтобы когда ты подписался, что давай все подготовим так, чтобы ты за 30 дней, как минимум, сделал золотого лидера группы. Сори, ребята, только, ну, иди возьми, секундочку, только передам. А, конечно, действительно, многие люди я вернулась, я вернулась, эту возможность. Золотой лидер группы, это прекрасная возможность, прекрасная возможность, как бы, помочь, помочь человеку, почувствовать, то есть, как бы, я не говорю никогда, что вам инвестиция вернется, я говорю, что давайте сделаем так, чтобы вы за свои продукты заплатили только раз. Потому что, конечно, мотивирую людей, если они делают бизнес, поступать там на тысячу, на тысячу пятьсот пунктов, чтобы это не было, как бы, чтобы это не было там на пяток, если они хотят делать бизнес. Ну, пакеты у нас, бизнес-пакеты у нас смешные по сравнению с другими компаниями. Если, конечно, кто хочет кушать продукты, может регистрироваться на 250. Если кто-то хочет делать бизнес, я вас спрашиваю, с какими пакетами вы хотели, чтобы ваши люди подключались, если вы хотите делать бизнес. Ну, и я пытаюсь человека всегда с ним подготовить все так, чтобы мы, чтобы первая инвестиция была его единственная. Конечно, не всегда так получается. Ну, это опять же, исходя из потребностей человека, но я все делаю максимум для того, чтобы это так было. Я уже имела возможность посмотреть, как будет выглядеть система Готовицкого и Дитмара, которые переводы готовятся в первую очередь на словацкий, следующий идет на словацкий, русский, и они еще там будут запускать, так что это системная программа не дуалайфа, это конкретно, как называется, онлайн, онлайн-хелп-систем, то есть онлайн-помощник, онлайн-помощник твой, это система Готовицкого и Дитмарта Дагмана, и они будут, как бы, давать своей структуре для работы. Я вам обещаю, что даже, если даже Саша, наверное, 8 апреля, там, наверное, представит, если нет, советую связаться онлайн, как бы, попросить вебинарчик такой изучающий, изготовить, с удовольствием вам покажет, но это будет очень круто, это будет круто для новичков, потому что там даже будет по 30 шагов старта, то есть человек регистрируется, то есть мы его доводим на регистрации, и 30 шагов, что он должен сделать, чтобы запуститься, этих 30 шагов он может сделать за 30 дней, идеально, он 30 шагов может сделать за 3 месяца, то есть сделать 2 шага в неделю, то есть у каждого свой темп. Пока мы, пока, что, зайка и работают, пожалуйста. То есть, как бы, то есть, как бы, ну, что касается новичка, я пытаюсь с момента, когда появилась Golden Group Leader, я пытаюсь сделать золотого лидера. Если у нас это происходит, человек уже пошел. А как ты это делаешь? Ты вместе с ним садишься, делаешь звонки, или вы там пишете список вместе? Навигация. Навигация. Навигатор-дуалов. Я узнала, что пошла, навигатор-дуалов. Я узнала, что половина моих людей им не пользуются, а когда я их спрошу, уже такой шаг к пяде, они в шоке. То есть, люди регистрируются двумя способами. Или они регистрируются, увидел, зарегистрировался, а потом разбираются, или сначала долго разбираются, а потом регистрируются. Если разбираются, я пошагово даю разбираться. В чем надо разобраться? В том, что у людей, какие в основном, у людей в основном те же вопросы, только люди разные. Могу ли я это сделать? Правильная ли это фирма? Правильная ли это индустрия? Как будет по-русски? Индустрия. Индустрия, да-да. Индустрия. И как мне это сделать? То есть, я ему показываю. Индустрия – класс, смотри, рычаг, то есть, как бы, рычаг денег. Это все у вас, у вас люди продвинутые в этом плане больше, чем мы. Фирма классная, 44 повода, почему доу-лайв. Презентация, знаю, что и на русский язык уже переведена. Я переводила на словацкий, есть на английском, 100% есть уже и на русском. Это инструмент тоже катавицкого элитмата. Если нет, то да. У нас есть слайды, но там половина русских, половина на польских. Ну, для профессионалов 44 повода, почему доу-лайв реально очень классная, не для профессионалов, а просто понимание того, что какие плюсы этой компании, почему ее выбрать. То есть проходим мост доверия, когда человек понимает, когда он боится, почему ее не сделать, я показываю инструменты. Смотри, у нас онлайн-школа, то есть там мы проводим вебинары. Я провожу раз в неделю вебинар, там презентация, скажем, БКЗ, то есть бизнес-клуб, бизнес-клубы здоровья. Раз, две, три недели стараюсь пригласить нашего доктора. То есть у нас это доктор, как у вас есть, Марина, у нас Катарина Кору, она на БДС один раз. Да, мы ее видели, Инфолинию проводит, пытаемся постоянно с ней выбрать на полчасика какую-то тему. О, здоровье детей, спортсмены, да, сейчас на полчасика говорит проблематику, как это самое решение для здоровья. Мы это все записываем, нас вести на Ютюбе, да. То есть как бы, то есть говорю, у нас здесь онлайн, можно подключиться. Потом есть БДС, так же, как мы проводим раз в 3-4 месяца, так же, как и на Украине. Если есть возможность, я езжу на все БДС в Польшу, не всегда ездят мои люди, скажем так. Я пытаюсь все равно быть примером и ездить на все БДС, все-таки от нас это 400 километров. Когда собираются достаточно людей, делаем перевод, когда не собираются достаточно людей, не делаем перевод. Ну и, конечно, ЛДС, то есть я показываю все инструменты и показываю возможности. И обязательно, ребята, контракт, 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 контракт. Понимать, чего человеку надо. Потому что я пришла в этот бизнес из-за какой-то мысли. У меня своя призна, у меня свой фильтр, у человека свой. Инна, можно я растолкую, можно растолкую, потому что я уверен, что многие не понимают сейчас, о чем мы с тобой говорим. У нас такая же проблема. Инструментов очень много и навигатор Дуалайф, если ты говоришь, что у тебя 50% не знают, то у нас, наверное, 80% не знают, что такое навигатор Дуалайф. И Инна сейчас говорит о контракте. Вот я хочу задать вопрос. Ты с человеком, который стартует, ты ему проводишь как бы стартовый тренинг, ты с ним разговариваешь, ты ему даешь какие-то задания, то есть вы с ним... Нет, смотри, я всегда с человека спрошу, потому что приходит человек, мы сделали презентацию или там... Говорит, мне ничего не надо, мне только продукты. Супер. Я говорю, если тебе надо только продукты, тебе бизнес не нужен. Смотри, почему тебе надо покупать каждые 3 месяца, потому что каждые 4 месяца ты получишь продукт бесплатно. Скажи мне, тебе напоминать каждый месяц или нет? Или тебя не доставать? Ой, напомни, пожалуйста. Хорошо, я тебе вкладываю в свой список, 15-го ты получишь там смс-ку от меня. Я спрошу, тебе напоминать, я знаю, что у тебя дофига работы, тебе продукт... Если ты пропустишь этот месяц, ты 4-й месяц продукт не получишь. Напоминать или не напоминать? Многие скажут, не напомни, все равно. Первый вопрос, когда мы проводим встречу, тебе как хочется иметь продукты? За оптовые цены, за розничные цены или бесплатно? Знаете, сколько людей скажут, что мне все равно, мне все равно? Я говорю, ну покупай, как хочешь. А если такие, мне хочется бесплатно, я говорю, окей, тебе хочется бесплатно, надо сделать вот это. Да? И когда человек решит, что идет в бизнес, я говорю, окей, этот бизнес можно делать двумя способами. По-своему или хорошо, как ты выбираешь? Если хорошо, вот 10 шагов, вот контракт. А контракт очень простой, там очень прекрасно расписан. Это твой бизнес, это твоя ответственность. То, что ты делал до сих пор, тебя привело там, где ты есть. То, что ты делал. Так что, если ты хочешь провинуться дальше, тебе нужны новые знания и работа над собой. Я тебя не буду спрашивать, или ты придешь на мероприятия, я тебя спрошу, сколько ты людей с собой привинешь. И все это мы с людьми проходим. Я говорю, ребят, вот я работаю вот так. Мне реально вообще очень плохо со временем. Я работаю вот так. Можете работать по-своему. У нас софт-маркетинг, у нас никто ничего не должен. У нас никто ничего не должен. Если работаешь по-своему, супер, вот инфолиния на доктора, вот страничка Dual Life, вот мой YouTube, очень много информации там. Работай по-своему. Если хочешь работать со мной, вот мои правила. Не мои правила, системные правила. Потому что в нашем бизнесе не круто то, что делается хорошо. В нашем бизнесе круто то, что делается хорошо и может сдуплицироваться. То, что ты круто что-то делаешь, это классно. То, что я что-то круто делаю, это классно. Но если это для людей не будет возможно сдуплицировать, будем работать навсегда. А что мы хотим? Свободу попугаем, правильно? Мы хотим передать эстафету, чтобы люди могли самостоятельно работать и могли то же самое сделать дальше. На самом деле, пожалуйста, навигатор Dual Life, русский язык, все там есть. Там конкретная вся информация. Там есть информация, что такое софт-маркетинг, там есть информация, как, там есть информация по продуктам. У нас даже таких крутых видео, как у вас нету с Кардашем. То есть как бы с перевода, да, у нас есть там 5 видео там с субтитрами. Ну, то есть как бы я реально поняла, что если я не буду ценить свое время, а ценить свое время означает работать системно. А сейчас я вам хочу еще сказать, что как раз на прошлой неделе на этих выходных у нас был такой специальный тренинг с Готовицким, я попросила, я его вызвала. Секундочку, покажу вам одну штучку. Она уже переводится на русский. Я думаю, после этого вебинара многие все-таки зайдут и прочитают «Невиатор Дуалайф». Ребят, вот эта вот штука, называется как бы рисуночная презентация, тут 30 слайдов. Когда я ее видела первый раз, я подумала, боже мой, что за детский сад? Что это такое? Мы что, опять в динозаврах веке? Это что? В онлайн-мире я должна вот такое носить на встречу? А потом у нас был тренинг, я попросила Готовицкого показать, как они работают с этой вот штучкой в Польше. У них был тренинг, назывался пытаюсь перевести на русский, настоящий, настоящий реал-презентер, как бы настоящий, настоящий спикер. Да, презентер, презентер. Презентер. Презентер, да. То есть, очень практический тренинг, где реально было всего 12 человек, люди работали в группах по трое человек и научились работать с этим инструментом. Там были и лидеры, и не лидеры. То есть, я сказала, кто первый заплатит, тот идет, то есть, как бы не будем делить. И я поняла, что это очень крутой инструмент, потому что тут можно, потому что мы по-настоящему, я не знаю, как у вас на Украине, но у нас в Словакии конкретный культ продукта, что нехорошо. У нас, как бы, это классно, но всегда придет компания, у которой продукт покруче, да, то есть, как бы, если кто-то пришел просто из-за денег, он и уйдет из-за денег. Если кто-то пришел только из-за продукта, то он и идет из-за продукта. То есть, у нас тут больше, у нас тут философия, у нас реально продвигаем людей очень в многих, в многих направлениях. И вот это, я поняла, как это очень классно работает, потому что тут за 10 минут можно реально человеку показать, с чем его едят, и как. То есть, реально, к каждому слайду можно сказать одно слово, и оно, теза, как бы, очень все логично, и все очень гениально, да, и просто люди после этих двух дней уходили и говорят, я сейчас просто открыл Америку, и это будет вообще самое классное. И сам, я очень благодарна тому, что у нас по-настоящему крутые спонсоры, да, то есть, как бы, которые понимают бизнес, которые делали большой международный бизнес, если у вас есть возможность с ними встречаться, прийти на их мероприятие, надо там просто, просто быть, потому что вы научитесь столько всего, как бы, я, мне люди не могут говорить, что у них нет времени, то есть, как бы, мне не могут говорить, что там, у меня нет денег поедать на мероприятие, но и мамочка в декрете, декреты у нас тоже вообще не крутые, то есть, как бы, ну, как бы, понимаете, то есть, это, опять же, о том, что я говорю, сделайте себе подарок на Новый год, и не ходите там, не знаю, в крутой ресторан, а пойдите на тренинги, люди пришли и сказали, что это было самое умное, что могли в своей жизни сделать, сейчас у нас в январе уже будет волюм на номер тю, и, как бы, эти материалы, у нас счастье в том, что все материалы, все онлайн вещи, в первую очередь, переводятся на русский, а потом, как бы, еще касается нашей структуры на русский, а потом, как бы, на словацкий или наоборот, так что, это очень крутые материалы, которые помогут работать с новичками, то есть, как бы, новичок, который вообще не умеет разговаривать, он вот с этим проведет обалденную встречу до 20 минут и просто поймет, или человеку это нужно или не нужно, если человеку это нужно, но он не умеет обширно об этом говорить, он его приведет или на оффлайн-презентацию, какие у вас проводятся, наверное, в вашем клубе, да, то есть, какие-то презентации, да, или приведет его на онлайн-вебинар, то есть, я поняла, что такое бизнес-клубы здоровья, первый раз в жизни, потому что все говорят, бизнес-клуб здоровья, хотите, расскажу секрет? Расскажи, конечно. Рассказать, хорошо. Бизнес-клубы здоровья, что это такое? Потому что, пример, прекрасный пример, есть верующие на Украине, правда же, много верующих, живут люди, да, а есть и верующие, то есть, как бы, есть люди, есть верующие. Я не знаю, как по-русски будет, когда два кружка соединяются и между ними, это что такое? Инь-янь. Инь-янь. Еще раз? Инь-янь. Инь-янь, видите, не училась в русской школе уже, не училась в русской школе, извините за мои русские. Ну и, то есть, как бы, есть верующие, то есть, есть вера, да, есть люди, а верующие люди, это тот, кто промежуток в кружочке, это может быть какая-то церковь, да, то есть, как бы, какая-то институция, какая-то церковь, но церковь, это не в плане того, что церковь, мне плохо с русским, извиняюсь, ну и очень похоже на бизнес-кубы здоровья, потому что бизнес, мы люди, которые кооперируют с Дуалайф, мы не Дуалайф, ты, Сережа, не Дуалайф, я не Дуалайф, Норберд Янычек, это Дуалайф, да, то есть, мы люди, которые кооперируем с Дуалайф, и софт-маркетинг, это тоже не Дуалайф, это модель бизнеса, и это также философия, подхода к человеку, да, это модель бизнеса, Дуалайф, это не софт-маркетинг, Дуалайф опирается модель софт-маркетинга, то есть люди, которые кооперируют с Дуалайф, которая опирается о модель бизнеса, софт-маркетинг, вот это ин-янь, которая, вот это есть бизнес-кубы здоровья, потому что это, это сообщество людей, которые хотят продвинуть свою жизнь на высший, на высший левел, уровень, да, я плохо говорю по-русски иногда, извините, то есть как бы я наконец-то это поняла, потому что, потому что, и поэтому это очень освобождает человека, потому что я не Дуалайф, я Инна Семиглазова, и я не софт-маркетинг, я работаю, я работаю по философии софт-маркетинга, кооперируя с компанией Дуалайф, люди, которые кооперируют в компании Дуалайф и продвигают Дуалайф по модели бизнеса софт-маркетинг, вот это есть, это вот есть люди, которые находятся в сообществе бизнес-клубов здоровья, которые не место, а это просто сообщество людей, которые осознанно хотят свою жизнь продвинуть на высший уровень и помогают другим людям продвинуть жизнь на высший уровень. И совершенно меняется энергия, люди не чувствуют себя скованным, что вот, что, 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 можешь сделать еще 100 других вещей, ты кооперируешь, из Дуалайф, то есть как бы чувствуете, совершенно разница такая другая, то есть как бы, ну, где-то так. Инна, ты сказала насчет культа продукта, мне кажется, очень много компаний, которых наоборот, культ бизнеса, и если у нас культ продукта, это говорит о том, что у нас компания будет очень долгосрочно работать, и здесь реально есть... Гармония должна быть. Если пойдете тоже в навигатор, там есть такая автострада, автострада там есть. Да, да, да. На правой идеально, когда... Представьте себе автостраду, русское слово, да, то есть по-русски это, автострада там есть. То есть представьте себе автостраду в трех поясах. На правой стороне идет культ продукта, то есть когда уже фанатеют люди, просто ничем другом не хотят говорить только о продукте. Вот если не выпьешь хлорофилл, я с тобой вообще дружить не буду. А потом есть люди, которые просто идут культ бизнеса, которые не смотрят, только регистрируют массово, это уже чуть-чуть запахивает пирамидкой. Так что идеально, когда люди... Ну, у нас люди просто забыли про бизнес. Все себя поставили в позиции таких, как бы я хотела сказать, таких-таких, что вот я вот помогаю, я тебя спасу, спасителей. И мой продукт, и вот этот самый классный продукт, он тебя спасет. У нас супер продукт, но мы не можем гарантировать, что через пять лет не появится что-то еще. Если наши разработчики крутые и классные, думают наперед, что делают, и они так... Потому что я вижу, что это происходит. Ну, я не могу... То есть, как бы... Если мы говорим о том, что вот, а у нас самое-самое, это начинается уже агрессия с другими людьми, потому что мы себя ставим в позицию, что докажи мне, знаешь, то есть, как бы... Нет, потому что у них... Нет, у нас гениальный продукт. У нас... То есть, говорить, у нас самый классный маркетинг, у нас самый классный продукт, это ставить себя в ситуацию, когда люди будут хотеть с тобой идти в аффинсиву. На каждом маркетинге можно заработать. Только вопрос, кому? Да? Много классных продуктов. Я себе выбрала продукты доу-лайф, потому что безопасность, потому что чистые продукты, потому что органика. Для меня это важно, это мой выбор. Для меня он супер, для меня это самый классный продукт, но я не говорю, что это для тебя так же. То есть, прекрасно, когда есть культура продуктов в комбинации с культурой бизнеса. У нас просто... У нас перегранили, у нас просто... У многих людей, когда в жизни что-то не получается, и они увидят, что есть какой-то инструмент, где они могут улучшить кому-то жизнь, они начинают за него брать ответственность и, с другой стороны, как бы помогая ему, как бы помогают себе. А я всем говорю, ребят, помогите в первую очередь себе. Если каждый друг сам поможет себе, 7 миллиард счастливых людей бегает по планете. Это как в самолете. Если воздуха нет, сначала себе, а потом ребенку, потому что если ты ребенку поставишь в воздух, просто ты уже не успеешь. То есть как бы сначала... Давайте позаботимся все в первую очередь о себе и дадим возможность людям позаботиться. То есть как бы... Да, очень важно. Должна быть гармония. Вот если пойдете на навигатор, там есть вот прекрасная автострада бизнеса, и там очень прекрасно это показано, что если... Потому что быть болельщиком или быть фанатом – разные вещи. Я болельщик наших продуктов, многие люди начинают фанатеть. Это потом чувствуется. Это видно и на Фейсбуке, и на Инстаграме. А потом они удивляются со мной. Никто не хочет общаться. Ты же ни о чем, ни о другом не хочешь говорить только о Дуалайфе. Ну, узнай, как у человека, твоего друга дела. Ну, узнай, как дела. Ну, реально. Не потому что ты просто спросил, а потом купи коллагенчик. Да, есть такой вопрос. Инна, не хочется тебя задерживать, да? Да, нормально. Ребенок пока... Сейчас у него новая пошли, эти самые собачьи патрули у нас. Он сейчас собачий патруль рулит, так что... Буквально хочу услышать, ну, как бы я такой человек цифр, да, я люблю такие вещи, и я уверен, что есть такие люди также у нас здесь на вебинаре. А ты могла бы рассказать? Вот я знаю, что ты через 90 дней уже забрала свой автомобиль. Правильно? То есть 90 дней очень здорово работала. Могла бы ты показать в цифрах хотя бы примерно вот мое первое событие? Я вам скажу конкретно, я вам скажу конкретно, ребята, у меня не цифра, у нас так получилось. 28 декабря я зарегистрировалась. 28-27 декабря я поехала на первое БДС. Хоть я уже знала про Дуолайф в ноябре, я знала, что я 5-го, у меня 5-го декабря я должна была рожать, родила 15-го. Я говорю, Саш, подожди, уже мне реально мозги не варят, вот такой вот животяра. Дай мне спокойно родить, поболтаем в январе. И Саша мне звонит, что слушай, тут БДС, такое мероприятие, ну, наверное, это далеко, в лоджи, там, куда ты с маленьким ребенком. Это благодарно очень моему мужу, потому что он сказал, ну, ты еще с рода вообще нигде не было, ты только как бы дома сидишь с ребенком. Ну, давай поедем на уикенд, то есть, как бы это 600 километров, давай там поедем на два раза, сделаем, просто поедем на уикенд, давай это вообще не брать как бизнес, а просто мы вырвемся куда-то первый раз, как бы после рождения ребенка. Хорошо, 27-го мы поехали на 1-й БДС, на БДС я поняла, что мое, хоть уже информация была, но я сказала, я хочу приехать, прочувствовать, увидеть Кардаша, пообщаться. Тогда там был Петр Пацыга, это было последнее мероприятие в Лоджи, а потом уже их перенесли в Честахову все. Это было последнее такое, как бы маленькое событие, все, на БДС было 600 человек, а потом их уже перенесли, как бы в Честахову, где уже было больше тысячи. 28-го, первое мероприятие. На 7-го марта, как бы я решила работать, и мы сказали, что окей, если мы хотим работать, потому что все-таки, ну, представьте ситуацию, да, никто вообще словацкий рынок не планировал запускать, вообще. Я не крутой сетевик, никакой там даймонд, я нигде не было, никакой рубин даймонд, никакой я. Такой был хороший сетевик со стажем, нормальная директорская позиция, то есть как бы неплохие, ну и не крутые заработки. Я прихожу с 7-недельным ребенком и говорю, я хочу запускать Чехию в Словакию, мне ваш бизнес, ребята, нравится, вы мне поможете? Ну, потому что надо же документы, регистрация, все это. Они такие, чего-чего? Я говорю, я хочу запускать Чехию в Словакию, они, девушка, в вашей наглости нет примера, но у нас такой принцип, человек в центре внимания, если вы хотите, как мы можем отказать маме? Ну, давайте. Ну, мне поставили, мне поставили, как бы, ну, мне реально сказали, что мы начнем в Словакии что-то вообще делать, там, перевод материалов, чего-то, только когда, только тогда, когда появится менеджер. То есть я прихожу к Дитмуру и говорю, а что это вообще такое менеджер? Сколько там оборот, я не представляю. То есть если кто-то думает, что там какие-то контракты, нет, никаких контрактов не было, ничего не было, просто мы запланировали. Это был план со спонсорами моими, как нам надо, что нам надо делать. И призываю вас, запланируйте со самими спонсорами, потому что вы начинаете, если вы начинаете, вы не знаете, что, как делать, ваш спонсор знает шаги. Если вы решили кооперировать и подписываться по этому человеку, наверное, вы доверяете его уму или, может быть, если он вас привел к кому-то, вы найдите себе вышестоящего, там, лидера команды или менеджера, или кого-то и просто запланируйте. Если не будет плана, ничего не будет. Люди знают, как планировать, пользуйтесь гениальными. Если бы у меня были мартенцы, я бы их пользовала, постоянно. Спасибо. Ну, и мы просто запланировали, что надо сделать, что я за полтора месяца соберу, как бы, соберу команду 10-15 человек, кому мы проведем вообще первый вообще тренинг, покажем маркетинг план, что соберу вообще людей, которые хотят там что-то делать и потом посмотрим. То есть мы в марте запланировали первый тренинг, а моя регистрация была такая, я вам сейчас скажу честно, если я заказала там 10 коллагенов, что-то в этом роде, я просто тупо, как бы, из моего прошлого бизнеса у меня в бизнесе нету, честно скажу, никого, да, то есть как бы так получилось. Есть одна девочка, которая из кросслайна, вообще из прошлого бизнеса, так что если кто-то думает, что там хоть будет перетягивание структур, нет. Я заказала 10 коллагенов, оббегала просто подружек, говорю, вот этот бизнес я хочу делать в Словакии, попробуй, если тебе понравится, приходи там на встречу, приедут люди, которые будут мне помогать это запускать, прийти на встречу, послушать. Из этих 15 человек, которые мы планировали, что там будут, нас было 9, из того я Козулин и Дитмар Дагман, то есть мне удалось туда привезти всего 6 человек. Мы сделали первый тренинг для 6 человек, из этих 6 человек четверо до сих пор в бизнесе, одна из них директор, вторая из них сеньор менеджер, да, то есть как бы, так вот, а двое мальчиков спали и сейчас проснулись, что хотят что-то делать, они без позиции вообще. И этих 6 человек, и мы потом, мы говорим, что нам надо делать первое мероприятие, какой-то кик-офф, и на апрель, это, я доказываю, что я работала на мероприятие, то есть я целый месяц работала на то, что собрать их 15 человек, мне удалось собрать всего 6, а из этих 6 человек нам потом дали, окей, первый кик-офф в Братиславе в апреле, и там нам удалось, я просто сделала промоушен, кто продает 10 билетов, получает от меня коллаген, и мы просто продавали билеты, не зная куда, не понимая чего, и нам удалось собрать, ну, как бы продать там 15-50 человек, пришло, и пару человек с этих 50 просто запустились. То есть я как бы, я звонила, я прозванивала людей не на бизнес, я прозванивала людей на мероприятия, то есть на первое мероприятие, где тренинг, новый бизнес запускаем, а второе мероприятие, это был кик-офф, где мы пригласили Кардаша, где приехал Норберд Янычек, еще не было столько стран запущенных, у них было чуть-чуть больше времени, и мы провели мероприятие для 50 человек, и с того времени я могу сказать, что с того времени пошло, то есть мне удалось пригласить пару докторов, послушать про продукт, то есть как бы, ну, и таких разных там людей, не все, конечно, давно не все, вообще не все зарегистрировались, многие доктора мне сказали, я с польским продуктом работать не буду. Чтобы в Словакии, чтобы вы понимали, в Словакии очень одна серьезная тема, Словакия и Чехия ненавидят польские продукты, вот для Словакии, Чехии и Польши – это Китай, то есть ширпотреб, Китай, самая большая проблема, которая тут была не с бизнесом, потому что для Словакии продукты по цене очень хорошие, в Словакии нет проблемы с ценой, в Словакии огромная проблема, что это польский продукт, очень большая проблема, так что надо было искать очень много авторитетов, Кардаш тут был уже три раза, и разные, в общем, фишки, дать очень много людям попробовать, чтобы, ну, наверное, пару месяцев это уже пошло, что не крути от носа, потому что мы реально видят результаты, да, то есть как бы, то есть если кто-то меня спросит, как я запустила бизнес через мероприятие, ну, не было другой возможности, надо было просто приглашать людей, и мы приглашали, приглашали, я приглашала, не связалась с телефоном, алой, спал, у меня был такой тот самый, ну, как бы такая, ну, как шар, я не знаю, как это называется, он говорит, как это будет по-русски, когда заматываешь ребенка, я, это самое, сидела на таком мяче, ну, как, мяч такой огромный, на котором сидишь, да, и ребенок так, и я с телефоном, и вот просто тупо вот всем вот обзванила, «Ребята, ты что-то родила?» я говорю, «Да-да-да, родила, где малой?» «Малой спит на мне?» я говорю, ну, в общем, мы такое мероприятие организовываем, мне кажется, что первые люди за мной пошли просто тупо из-за жалости, что мамочка старается, ну, ладно, придем, да, ну, не знаю, ребят, может, я вам такие какие-то вещи рассказываю, я вам рассказываю реальные вещи, как оно реально. На самом деле, это самое ценное, спасибо. Знаешь, тут даже, вот я хотел задать тебе вопрос, напоследок, что ты посоветуешь, да, нашим людям, и я думаю, что все уже, ну, адекватно понимают, что нужно делать, да, ты все сказала, звонки, продажа билетов, собирать людей на события, вот, как бы, вроде как все просто. события, события, потому что, как бы, это уже, я не буду говорить, что там, что-то, какой-то, какие-то, ну, энергия, вещь работающая, да, это как бы, это физиокинетика, или, как бы, опять у меня проблемы с русским в этом плане, молодец, мой ребенок, окей, сумница, как бы, ну, почему, почему, почему привозить людей на мероприятия, почему ездить? Ну, потому что, ребят, смотрите, мы когда работаем, да, у вас бывает такое, что вы там зашли в торговый центр, и прям задыхаетесь, ну, такая серая муть, то есть, все такие, ну, вот, приходите, много людей, много народу, и вы чувствуете, что, ну, дышать нечем, да, что реально задыхаетесь, то есть, как бы, энергия других людей влияет на вас, она становится, как бы одной, и прикиньте, у вас новый человек, у него вообще не получается, да, не получается, да, он уже хочет бросать, он приходит на мероприятие, где он видит успех других людей, что у него получается, его энергия, его энергия подтягивается вверх, то есть, тут две возможности, если у вас бизнес не идет, вы обязаны быть на мероприятиях, потому что, то есть, как бы, вы должны ехать на мероприятия, себя промотивировать, поднять энергию, потому что позитивная энергия массы вас вытянет. То есть даже есть, там, не знаю, то есть как бы, почему, то есть как бы, почему мы то, что мы, как бы, какое наше окружение, почему классно общаться с позитивными людьми, потому что вы с ними растете, да? А когда у вас все получается, так вы, да, уже заканчиваю, уже заканчиваю. Еще хочешь помахать ручкой, а когда у вас получается все, так вы сто процентов обязаны быть на мероприятиях, потому что ваша энергия, что вам получается, должна помогать всем людям, у которых не получается. То есть ваш успех... Сейчас идем. Водички. Принеси мне книжечку, пожалуйста. То есть я говорю, я почему людям объясняю, это не про то, что я уже все слышал, мне, так я уже, там, не знаю, я уже все это слышал, это же не про это. Люди, которым не получается, им надо, им надо прийти и зарядиться, и посмотреть, что мне бизнес не работает, просто у тебя ничего что-то не работает в бизнесе. Бизнес работает, бизнес идет, у тебя что-то в бизнесе не получается. И это нормально, значит, ты еще что-то не доделал, что-то не доучил, что-то не доработал. А если у тебя все классно, ну, ты обязан быть на мероприятии, потому что твоя позитивная энергия, твой успех должен поддержать всех тех, кому не получается. То есть, кто меня спросит, успех бизнеса, мероприятия, мероприятия, приводите людей на мероприятия, мероприятия, а тем более, если у вас есть, знаете, что будут классные спикеры, красные организаторы, у вас будет классные организаторы, спонсоры, знаете, что приедут люди с заграницей, то есть, как бы, ну, нет другой возможности, да, то есть, как бы, А если есть тараканы, я все хожу на мероприятия, людей вожу, все не получается. Но надо решать тараканы. ЛДС, где вы за такие мелочные деньги сможете сам побыть с собой, проработать свое все? Ну нет у нас в нормальной жизни возможности сделать остановку стоп, реально нету. Мечемся, бегаем, дети, муж, жена, работа, плюс для многих людей это же не главная работа dual life, это же только такая, то есть как бы еще есть своя работа, какой-то босс, который тебя не устраивает, или там бизнес валится. Ну когда есть возможность побыть самим собой? Ну нету такой возможности. А там три дня тебя, тебя это мероприятие заставит быть собой, со своими мыслями и думать. И работать над собой. Люди просто возвращаются оттуда другие. Я заговорилась, да, мы говорили про полчасика. Инна, спасибо большое. Вам огромное спасибо. Мне кажется, что... Помаши ручкой, поцелуйчик. Спасибо огромное. А как тебя зовут? Я желаю тебе большого успеха. Я вам также. Спасибо за вас. Спасибо, спасибо большое. Увидимся на событиях. Для меня Днепр очень родной, дорогой город, потому что меня в Днепре произвели. Моя мама с папой учились в Днепровитре на металлургическом, наверное, нет. Да? Да. Мама с папой учились в Днепре, в Днепре познакомились, так что как бы в Днепре познакомились, и в Днепре поженились, и в Днепре меня произвели, так что я как бы... Я вас очень чувствую, потому что очень важное событие в моей жизни произошло как раз в Днепре, так что... Супер, классно. Так что в следующий раз мы тебя не онлайн позовем, а вживую сюда. Ой, с удовольствием. Надо же пойти посмотреть на свою историческую родину. Обязательно. Я была много раз в Днепре, обалденный город, обожаю города с водой. Обожаю города, где есть большие или реки, или море. Так, так что вы молодцы, все очень классно. Обязательно, с удовольствием прилетим. Приедем, прилетим. Все, Инночка, спасибо большое. Пока-пока. Спасибо вам, спасибо вам за вашу энергию. Увидимся в марте на Элдесе. Вам хорошо, восьмого переведите людей. И кому еще есть, если успевает делать квалификацию на девятнадцатого, двадцатого, ребят, такой возможности, два дня с Асей, два дня с Норбертом, спросить его все, что вам надо, узнать его как человека и понять, прочувствовать философию компании. Это очень крутая возможность. Если есть возможность, сделайте все, что вы думали. Все. Целую, до встречи. У вас уже девять. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Все, пока-пока. Друзья, ну, всем до мероприятия. Увидимся восьмого декабря. Пока-пока. Пока-пока. Пока, спасибо. Все, пока. Я думаю, что запись будет, и я ее сброшу в чат, поэтому сможем использовать для тех людей, которые, ну, по каким-то причинам не смогли посетить. Отлично, Сережа. Это было бы хорошо. Да, классно. Я там написал в этом, в комментариях, имея такой опыт и знания, она двигается по бизнесу как там. Да. С легкостью, потому что она уверена в себе. К сожалению, вот мой первый опыт, да, в вебинаре, это первый опыт вообще в моей жизни. Вебинары. Спасибо за такую компанию. Если кто-то меня слышит, очень приятно. Для меня это, ну, это в космос летать. Слышно тебя? Не слышно? Слышно, отлично, видно, ты шикарно выглядишь. Слушай, спасибо большое. Успеху пыталась не опоздать, чтобы быть. Мне просто было интересно очень видеть, как человек ведет бизнес, который живет за границей, русскоговорящий. Потому что у меня лично есть много людей, которые живут в Словакии, в Чехии, в Больше. Это близкие, знакомые, родственники, которые выехали, которым я помогла выехать, которые уже поле учили. ВНЖ, ВНЖ и так далее. Мне хотелось бы понимать, как она конкретно вот с нашими русскими, которые вот здесь тараканы, значит, наши Днепропетровские, значит, увезли туда. Ну, тараканы в чехе. Да, конкретная, как конкретная, знаешь, как бы инструкция по применению к русским из Днепропетровска, знаешь, в Словакии. Либо в Чехии, потому что есть свой опыт. Ну, она зарядила многим, она такая позитивная, простая, легкая. Поэтому слово «танк», как Саша говорит, там «танк», она легкая. Она вот идет, как бы хлеб по маслу, знаешь, так машешь, она заходит спокойно. Все это наше естественное, все это нормально и так далее. Мне кажется, да, это самое главное, да, когда у тебя есть энергия, когда ты не веришь, ты делаешь свою работу и понятно, что сложности у всех есть, но главное не сдаваться и идти дальше. Я знаю, что сложностей много было. У всех они всегда есть. Да, это нормально. Все, ребят, всем спасибо, всех целую. Спасибо за эфир. Да, доброго вечера всем, да, может быть, в четверг там увидимся все же. До Возьмова очень большой интервал. Ну, да, зачем. Больше, за 72 часа. Сережа, ты завтра будешь в офисе? Да, я буду. Я буду уже в 11, у меня там встреча. Хорошо, я тогда постараюсь подъехать к 12, и Гриша завтра дежурит, и Виктория будет. Нам надо решить какие-то агентационные вопросы. Окей. Приятно всех видеть было, ребята, честно, очень интересное все. Вам всего всего хорошего, спасибо большое за компанию, за видео, за вебинар. Так что увидимся скоро. Интересно, я из той категории, которая вторая, знаете, накапливает. Да, да, да. Давай стартуй скорее уже. Давай, спасибо большое, Сережа. Пока-пока. Я с вами. Все, всего хорошего, до свидания. Всем пока. Пока. ПОДПИСЫВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИВАЙСИ. Продолжение следует...